Мои дорогие мама, Аня и Татка, с большой горечью я осознаю невозможность нашей встречи после долгой разлуки, тем более, что нас ждёт новое, столь же продолжительное. Знаю, как вам хотелось увидеть меня, поверьте, и у меня болит душа. Но сейчас, когда советскую землю скверняют фашистские варвары, я не могу быть в стороне от Великой войны, на которую поднялся весь народ. Сегодня я выезжаю на фронт. Бесконечно счастлив, что буду лично участвовать в священной борьбе за честь и свободу нашей Советской Родины. Это слова из письма советского разведчика Виктора Лягина, которые он написал матери, сестре и дочери 14 июля 1941 года, когда уже шла война, когда стало ясно, что долгожданная встреча с родными не состоится. Виктор Лягин вернулся из США после успешного выполнения специального задания по линии научно-технической разведки 15 июня 1941 года, за неделю до начала войны. После долгой разлуки он хотел провести лето с семьёй, но, к сожалению, встречи состояться было не суждено. Они не встретятся уже никогда. Сегодня имя капитана НКВД и героя Советского Союза Виктора Александровича Лягина носит улицы в городе Николаев и городе Сельцо Брянской области. В Санкт-Петербурге на доме номер 7 на улице Пестеля, где жил Лягин, а также на доме номер 15 в Красногвардейском переулке, где он работал, открытые мемориальные доски. В историю Великой Отечественной войны он вошёл как разведчик и подпольщик. Виктор Александрович поступил на службу НКВД, когда ему исполнилось 26 лет. Это был период, когда в органы госбезопасности пришла целая плеяда молодых и энергичных сотрудников, имена которых потом знала вся страна – Фитин, Судоплатов, Абакумов. Продвинувшись в годы репрессий, несмотря на молодость и нехватку опыта, они делали стремительную карьеру, заменив стремительно выбывших прежних специалистов. Уже в 1939 году Лягин отправляется в командировку в США, где работает по линии научно-технической разведки, а его товарищ Павел Фитин становится начальником первого управления НКГБ, возглавив всю внешнюю разведку. С началом Великой Отечественной войны и судьбу Виктора Александровича Лягина определил приказ НКВД СССР номер 00882 от 5 июля 1941 года о создании особых групп НКВД СССР для выполнения специальных заданий в тылу врага. Виктор Лягин незамедлительно подал рапорт о зачислении в состав особой группы и направлении его для работы на временно оккупированных врагом территориях. Точно так же поступили и многие другие чекисты, как проходящие службу в НКГБ, так и уволенные в запас, заслуженные ветераны, а также изгнанные из комитета в ходе разного рода чисток. Позже Судоплатов напишет в своих воспоминаниях. Поскольку до этого Лягин работал в США, достаточного опыта контрразведывательной работы у него не было, но он горел желанием отличиться на войне. Его вело бесстрашие. Он оставил семью, все свои привилегии руководящего работника. Несмотря на мои возражения, добился приема у Берии и лично подписал рапорт у руководства Наркомата внутренних дел о направлении его резидентом в Николаев накануне оккупации города. К прибытию в Николаев его знали как инженера Виктора Корнева, приехавшего для работы на местном судостроительном заводе. Даже офицеры НКВД, которые прибыли с ним, не знали его настоящего имени. Все они проходили по документам как нелегальная резидентура маршрутчики. В то же время местные чекисты обратились к семье Дукарт, потомкам немецких колонистов, которые еще в годы гражданской войны укрывали у себя красных подпольщиков. Эмилия Иосифовна Дукарт согласилась помочь, хотя ее дочь Магдалина уже собиралась уехать из города и о квартиранте узнала в последний момент. «У Лягина, я потом это сама почувствовала, была удивительная способность убеждать людей. Вроде ничего особенного и не говорит, но ему веришь, и сразу хочется сделать так, как он просит», – вспоминала уже после войны Эмилия Иосифовна. Именно Лягин настоял на том, чтобы они с дочерью остались в городе для участия в подпольной борьбе. Вскоре для получения немецких привилегий и документов они с Магдой расписались. Когда 17 августа нацисты, заняли город, он открыл все окна и сказал Магде как можно громче играть на рояле «Кольцо небелунгов» Рихарда Вагнера. Проезжавшие через охваченный город на легковых автомобилях высокопоставленные офицеры не могли не знать любимого композитора фюрера. Инженер Виктор Корнев быстро завоевал расположение адмирала фон Бодекера и устроился инженером на судостроительный завод. В то же время были подготовлены явочные квартиры, установлены пароли, налажена система связи. Исправки подпольно-партизанского движения в Николаевской области в 1941-1944 годах в дни Отечественной войны. С первых дней оккупации начались обыски и аресты. Искали оружие коммунистов, партизан и красноармейцев. Вовсю заработало гестапо. Расстрелы и виселицы стали обычным явлением. Особым репрессиям и пыткам подвергались коммунисты. В городе установилась власть военного коменданта, затем управа из тех же немцев и марионеток украинских националистов. 22 ноября маршрутчики нанесли свой первый удар, взорвав военный склад и автобазу, расположившуюся в парке имени Петровского. А 16 декабря был сожжен склад с зимним обмундированием. Его забросали бутылками с горючей жидкостью, предварительно перекрыв препятствиями с шипами все подъездные пути для пожарных машин. Склад сгорел дотла. Крупнейшей операцией маршрутчиков стала диверсия на Ингульском аэродроме. На аэродроме постоянно находилось 25-30 самолетов, ремонтные мастерские, склады боеприпасов. Все обстоятельства этой операции до сих пор неизвестны. Александр Сидорчук, один из группы Лягина, устроился туда работать. По одной из версий он ночью на плоту переправил 200 килограмм взрывчатки, которую заложили под взлетно-посадочной полосой и возле ангаров. 10 марта 1942 года в полдень прогремел взрыв, а вернее десятки взрывов, сливавшихся в гул, от которого в городе дрожали стены. Вот как описывал эту диверсию в биографической повести Лягина писатель Александр Юлиевич Бондаренко. Самолеты, бомбы и снаряды, резервуары с топливом и все прочее, что могло взрываться, взрывалось вместе с зарядами или несколько позже от огня мгновенно вспыхнувшего пожара. Пламя молниеносно охватывало самолеты, строения, склады с горючим, то есть все, что только могло гореть. Группа Лягина не только совершила несколько крупных диверсий, но и наладила связь с местными партизанами и штабом в Москве, хотя в начале своей деятельности работала практически вслепую. После проведения группой мощных диверсионных акций действовать в городе становилось все опаснее, гестаповцы пытались выявить организаторов диверсий и лиц им сочувствующих. Под подозрением находился каждый, в том числе и русский инженер Виктор Корнев-Лягин. Для устрашения мирного населения оккупантами систематически производились публичные казни, которым предшествовали пытки. Лагерь Штаалак-364 на окраине Николаева стал настоящей фабрикой смерти. Уничтожались дети, старики, женщины, евреи. За годы оккупации нацисты убили и замучили свыше 70 тысяч жителей области. В Николаеве начались аресты. В конце января 1943 года гестаповцы напали на след связного Лягина Григория Гавриленко. Когда за ним пришли, Гавриленко выпрыгнул в окно и спрятался во дворе, находившейся рядом с его домом поликлиники. Для того, чтобы спасти своего связного, Лягин обратился за помощью к врачу Любченко. По имевшимся у него сведениям, эта женщина была оставлена в городе для подпольной работы. Но Любченко сразу же сообщила оккупантам о его просьбе, и 5 февраля Гавриленко очутился в гестаповском застенке. В тот же день немцы арестовали Лягина. То, что сделал Лягин – подвиг, но борьба его не кончилась после ареста. Она шла еще пять долгих месяцев, пока продолжились изнурительные допросы и жесточайшие пытки. Но ни слова признания не вырвали у разведчика оккупанты. 17 июля 1943 года Виктора Лягина расстреляли. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство капитану госбезопасности Лягину указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Многое успел сделать Виктор Александрович Лягин. 18 месяцев действовала в тылу оккупантов его резидентура. По признанию самих немцев, только крупные диверсии николаевских подпольщиков причинили ущерб на сумму, превышающую 50 миллионов марок. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok